У нас сегодня с вами довольно историческое дело для обсуждения. Это ордер на арест Пукета. Сейчас все довольно бурно радуются этому. Скажите, насколько это все-таки историческое решение и не рано ли радуется? Ну, видите как, радоваться надо будет окончательно, когда ордер будет реализован или во всяком случае поспособствует победе вооруженных сил Украины. А само по себе это символическое событие и историческое. Ну, я вот на память не вспомню, чтобы руководители ядерной державы в 20 веке, например, главы сверхдержавы, допустим, СССР или кого-то подводили под универсальные органы юстиции вот такой международный уголовный суд или трибунал и так далее. Вот не вспомню. То есть это все-таки важно то, что сняты все вот эти иммунитетные и, скажем так, политические соображения, что ну как же вот такого человека даже ордер выписали, то, что там задержать, арестовать и так далее. То есть это невозможно. И я слышал, кстати, от многих экспертов разговоры о том, что, ну, конечно, там ГАГа это какой-то мем, но это никак не процессуальные действия. Ну, слушайте, ну кто его Путина в ГАГу и так далее. А вот подлично, оказывается, такое возможно, это не больно совсем. То есть выписать ордер на его арест и реализовывать его хотя бы, как минимум, в 123 странах, ну, там вроде бы больше уже, которые римский статут, на основании которого создан международный уголовный суд, подписали и являются частью системы международного уголовного суда, оказывается, возможно. И в этих 123 странах он должен реализовываться, этот ордер. И это, в общем, будет иметь вполне процессуальные и практические последствия. Путин не сможет приехать в эти страны, потому что он просто обязан быть задержанным. Вот так это работает. Действительно, в этом историческом моменте есть то соображение, что главы государств всегда обладали, любые, кстати, даже самых маленьких государств, может, самых слабых государств. Но международный иммунитет. В отношении них должно быть особое производство. Ну, и в данном случае этот механизм сработал. Я думаю, что, конечно, процесс запущен тем самым. Ну, не знаем пока, до чего он докатится, окажется ли Путин в ГАГе. Не окажется, но он уже сам по себе запущен этот процесс и начнет работать. Понимаете, он начнет приносить какие-то результаты. Скажем, процессуальные результаты, они полезны будут по части, возможно. Я не утверждаю, я не знаю, как будет работать по кейсу Путина международного уголовного суда. Но по таким кейсам, его кейсу и таким же, как по военным приступам, будут какие-то решения, которые поспособствуют, например, репарациям. Возвраты денег украить могут поспособствовать, конечно. Национальные юрисдикции ищут обоснования для того, чтобы конфисковывать деньги. Не замораживать, как это делается на основании санкционного режима. А деньги государственные активы, корпоративные активы и так далее. Может поспособствовать? Ну, конечно, может поспособствовать. Политически это чему может поспособствовать? А вот вы знаете, такое решение, принятое в момент войны, не после нее, не через годы, а в самый момент войны, может поспособствовать демотивации, скажем, окружения Путина по части ее продолжения этой самой войны. Вполне может поспособствовать. Ни кто же не хочет оказаться на скаме под чьем? А какие еще преступления могут быть совершены? Война-то продолжается. Так что это фактор, который влияет и на окончание войны. Понимаете? Поэтому, ну, там много и других. Но я бы сказал, их эти стоит выделить отдельно. А потом, смотрите, какое еще обстоятельство. Конечно, мы еще до конца не знаем, а будет ли один такой суд, который будет рассматривать кейс по Украине. Мы пока тоже не можем ответить. Потому что Международный Главный Суд не является судом в системе организации объединенных наций. У него свой суд. Международный суд ООН. Но многие рассчитывают, и вот инициативу, которую я обсуждал, главный государств в семерке. Украина выступала с этими инициативами. В первую очередь, надеялись на создание Международного Трибунала отдельно. Украина. Не регулярного суда, каким является Международный Главный Суд, а отдельного суда. Ну да, для того, чтобы его создать, нужно, чтобы Генеральная Ассамблея ООН проголосовала больше, чем 90 голосами за такое решение. Какова вероятность такого голосования? Ну, кто сейчас может сказать? Может, да, может, нет. Может быть, как раз решение Международного Главного Суда может этому поспособствовать. То есть, какая-то есть даже небольшая конкуренция процессуальная и другая между такими инициативами, между такими проектами судов. Регулярного Международного Главного Суда, Трибунала по бывшей Югославии, который может быть создан как проекция решения Генеральной Ассамблеи ООН. Может быть, в Европе какая-то юрисдикция, например, Совет Европы создать специальный суд. Такое тоже возможно. А может быть, договорный суд будет создан из стран, которые захотят присоединиться и создать такой суд, трибунал. Просто договорный суд. Вот на нашей территории, в наших странах, ну, в 100 странах, он действует. Это решение. Эти решения. Поэтому, на самом деле, то, что уже на уголовный суд как бы первым решился на это, это историческое значение. И историческое будет иметь продолжение такое же. Потому что он показал, что это возможно, что не надо десятилетиями ждать, а можно волевым образом принять это решение. Я всегда говорил, что без волевого начала, оно политическое, конечно. Даже юридические решения приняты быть не могут. И это тоже неприходящее значение этого суда и его решениями, же на уголовном суде. Ну, а в остальном там есть масса деталей, которые еще надо рассматривать, изучать, думать, как их реализовывать, начиная от самого ареста Путина и заканчивая. А суд может начаться только с его участием, кстати, сказать. Следствие. Разбирательства могут быть досудебные. А сам суд может начаться только при наличии обвиняемых. Заочно не очень понятно. Вроде бы. То есть, может быть, и какие-то новации могут возникнуть. Пока не верюсь судить, пусть узкие специалисты, вовсе компаративного права, это комментируют. Но, еще раз повторяю, в любом случае, неприходящее это значение, оно и юридическое, и политическое, и историческое, в том, что ни над кем из диктаторов, затевающих агрессивные войны, нет никакого зонтика. Они не спасутся. И это может очень многих остановить, кстати сказать. Ну, например, сейчас, учитывая изгойство это, если раньше, как я уже сказал, говорили о том, что, ну, Россия, изгой, не изгой, это, знаете, кому как нравится, а кто как воспринимает. А теперь-то конкретно, может, теперь военные преступники, как с ними будут общаться, как минимум главы вот этих 123 государств, которые входят в МУС. А Сызиньпинь, как с ними будет общаться? А о чем он будет договориться? А какие бумаги подписываться? Они окажутся, а эти бумаги ничтожны потом. Которые подписаны военным преступником. Знаете, и не только по поводу Украины, и не только по поводу войны. Так что, знаете, масса аспектов, которые, конечно, надо изучать, которые надо обсуждать, дискутировать. Но, безусловно, из этого решения много что вытекает. В основном, пока политические вопросы. Ну, и я бы сказал, что ящик открыт, это означает, что не один будет военный преступник. их, возможно, много будет. Десять, двадцать, сто, я не знаю. Но те, кто по статусу могут быть привлечены за военные преступления к ответственности именно международного уголовного суду. Но, повторяю, могут появиться и другие суды, которые могут взять на себя схожие расследования преступления за геноцид и другие. так что надо просто чуть подождать. Субтитры сделал DimaTorzok